Все, включили. Примерно раз. Разъедините ситуацию. Так, мы сейчас находимся в здании департамента... Я не стала... Мы сейчас находимся в здании департамента полиции города Алматы. Альнур Иляшев пришел, сдавая заявление, сообщить о правонарушении, а именно, 10 января, на площади Европы, неким гражданином, который является членом партии города Алматы. Ермахан Ибраимов, простите меня. А то и Кира Верка Змаев еще оскорбит. Верка Змаев, главный соловей, главный идеолог. В общем, этот гражданин Ибраимов повел себя незаконно, на наш взгляд. Держко. Да, без человечного. Во-первых, мало того, что он ударил девушку, он еще позволил себе вырвать из рук плакат, порвать его и бросить там же, прямо на землю, не было. О чем он сам лично своему дыру признался, и о чем есть видеозаписи, которые есть в прямом доступе на интернете. Вот, сообщить о таком правонарушении мы сюда... Гражданский долг. Да. Наш гражданский долг, мы сообщаем об этом. Тем более он стал депутатом Маслехата, партии Нуракан, города Алматы. Это как бы человек, нарушающий правопорядок в городе Алматы, становится только депутатом Маслехата. Он будет иметь право распределять бюджетные средства. Да. Очень... Так сам казус в чем? Именно в день выборов этот человек, который стал депутатом, позволял себе такие вещи в день выборов. Понимаете? Чем он был занят в день выборов? Этот самый депутат. Депутат Маслехата на них не распространяется. Они не имеют... Вот мы сейчас снаем. Человеку себе позволяет что-то он может... В прямом эфире. Осветите. Вот заявление поданное. Мы его потом приложим. Помимо картинка, есть видео, где он рвет, бросает на... Двери с подогрева? Да, да. Держи. Озвучите, пожалуйста, вот входящий номер, чтобы получить. Одно заблокировали. Приемная полиция. Вот это все. Департамент полиции мы предоставили. У нас гражданин Ибрейма Фермахан Сагиевич 10 января в день выборов позволил себе намусорить у нас на улицах нашего города. Он вырвал из рук митингующих граждан на плакат, порвал его на кусочки. Есть даже видео, соответствующие. Вот мы это все приобщили. Все приобщили. Да. Потом, последующим, он еще в интервью подтвердил этот факт. Сказал, что да, он просто вырвал, порвал и бросил на землю. А это уже 505-я статья Кодек Сабынинспортивных правонарушения города, это Республика Казахстан. В частности, им нарушены были пункт 7 правил благоустройства на территории города Алматы, утвержденных Маслихатом города Алматы. Депутатом которого он является. Он стал теперь. Человек нарушает в день выборов, когда предполагается его выбирает, правила органов, а то членом, которого он стал. Это что такое? Вообще стыд оба. И вот у нас это человек, он представляет партию Нур-Атан сейчас там. Как его довели до такого состояния? Потому что он прославленный чемпион, безусловно, спортсмен. Кто его попытался таким образом в политику вовлечь, тем более такими действиями? Потому что это, по сути, это проявление агрессии в отношении других граждан, касаемо их конституционных прав. Если это политика партии Нур-Атан, то мы не удивимся, если они, не дай бог, могут привести к состоянию более открытой гражданского противостояния в нашей стране, потому что эта партия, она, по сути, несет ответственность за все происходящее в текущий момент. Да, человек, агрессивный такой человек, он, как бы, не должен находиться в законодательных органах. Понимаете, вопрос в том, что не потому, что он, может быть, да, по сути, агрессивный, а что его привлекло? Мы знаем его как спортсмена, как педагога, который воспитывает наших чемпионов, ребят спортсменов, боксеров. И что его сподвигло дойти до такого состояния? Кто ему дал указание быть в этот момент? Почему он таким образом себя проявлял? Просто вопрос. Очень много вопросов. Опять вопрос к партии Нур-Атан. В первую очередь к партии Нур-Атан встает. И еще, как человек столь нетерпимый к выражению, к мирному выражению другими своего мнения, до такой степени нетерпимый и агрессивный, может занимать должность депутата такого большого города? Как он вообще может быть членом партии, позиционирующейся как партия власти? Да, демократическая еще тем более партия. Где демократические взгляды этой партии в таком случае? Да, откуда такая нетерпимость? Нетерпимость к другим. Демократия, она должна быть терпима ко всем проявлениям. В этой связи мы сейчас едем дальше в Нур-Атан. В партию Нур-Атан предъявлять, да. Это является по сути нарушением кодекса этики этой партии. Мы будем требовать, чтобы партийный контроль его привлек к ответственности. Вот сейчас следующий этап, это мы и едем туда. Да, все, на этом эфир завершаем. До свидания, пока. Заблокировали мне там выводы. Итак, повторимся. Мы сейчас заняли филиалу партии Нур-Атан. Алматинского филиала. Будем им вручать сообщение о нарушении кодекса этики партии Нур-Атан. Может, Данай, зачитаешь? Давайте, пока мы ждем. Представитель канцелярии, микрофон здесь не закрывает. Я вам зачитаю кодекс. Покажи его. Вот этот документ, он на сайте Нур-Атан. И, соответственно, учитывая, что утверждено бюро политического совета партии Нур-Атан во главе с Назарбаевым, он этот документ лично изучал, прочитывал, прежде чем в 2015 году проголосовать за его кодекс. Так, теперь. Партия Нур-Атан, основателем которой является первый президент Республики Казахстан, лидер нации Нур-Атан Абишевич Назарбаев, взяв на себя историческую ответственность за будущее Казахстана и обеспечение достойной жизни граждан, последовательно вращает в жизнь масштабные реформы в экономике и политике с целью улучшения условий вероятного развития человека, общества и государства в росте и стратегии Казахстана-2050. Каждый член партии своим ежедневным трудом должен добиваться построения экономически сильного, демократического государства, укрепляя общественно-политическую стабильность, национальное единство и согласие в обществе. В соответствии с уставом и доктрина, член партии Нур-Атан обязан двоеточие. Первое. Уважать и соблюдать Конституцию, законы и нормативно-правые акты Республики Казахстан. Второе. Сохранять незыблемость государственного курса Ельбасы, быть приверженным политике лидера партии и последовательно проводить ее в жизнь. Потом, запомните, последовательно проводить жизнь. Передаем. Передемся на минутку. На самом интересном. с кодексом этики. Члены партии Нур-Атан. Член вашей партии совершит такой нелицеприятный поступок. Мы вам передаем документы. Подожди, подожди, подожди. Не торопись. Может быть, незнакомы люди с кодексом этики. Мы же знакомы с кодексом этики. Правильно? Как сотрудник? Член партии Нур-Атан. Одно из наших требований, в том числе, проведение открытого заседания партийного контроля с участием заявителей, граждан, которые в тот момент отсутствуют, чтобы эта процедура шла. В принципе, через... Прозрачно. Да. Насколько я помню, Санжарова, Букаева, так и с партией исключаем. В зуме это было соответствующее видео выложено. Санжарова, Саша. Да, да, да. Теперь. Итак, запомнили. Помните, да? Проводить в жизнь политику лидера. Третье. Соблюдать устав программные документы партии. Четвертое. Уважать права и свободу человека, не допускать действий, сопряженных с их нарушением. Пятое. Быть патриотом... Это Ермахан Ибраимов. Вот это к вам, по вашему мнению. Это вообще ко многим. Давай так. Да, ну да. Ну, да. В данном случае, ко многим членам партии Нуратана относится. Ну, с Азербайевым, в том числе. Теперь. Пятый пункт. Быть патриотом своей страны, всемирно защищать ее интересы, уважать государственные символы Республики Казахстана. Шестое. Способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия. Уважать честь и достоинство человека и гражданина, независимо от происхождения, социального положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии. А про отношения к политике здесь слова не есть. Да, и потом вот таких, как я, рассуждают на длительные сроки, помещают в тюрьму. Ну, потому что, видимо, за другое отношение к политике Ельбасы можно бить по морде. Да? Ну, наверное, скорее всего. Не согласен с политикой Ельбасы? Получай, да? Да. Ладно, но я бы предложила вам добавить туда, что независимо от политических взглядов в том числе... Согласно Конституции Республики Казахстана. Да, и в целом демократических норм. Далее. Седьмое. Укреплять независимость страны, развивать национальную культуру, языки и самобытность народа Казахстана. Восьмое. Повышать авторитет партии. Повышать авторитет партии. Не допускать совершения действий, дискредитирующих ее. А, бетон, сколько таких было случаев. Ладно, проехали дальше. Конкретно к Ермахану Ивраимову это... Я думаю, тоже относится. Девятое. Соблюдать партийную дисциплину. Не допускать нарушения норм партийной этики. Десятое. Сохранять партийную собственность. Одиннадцатое. Принимать участие в деятельности партии, разъяснять программные документы, посещать партийные садки. А с каким методом разъяснять? Программные документы? Мне было бы интересно, что они могут разъяснить. Ладно, дальше. Двенадцатое. Уважительно относиться к партийным символам, к партийному билету. Тринадцатое. Не допускать коррупционных правонарушений либо деяния, связанных с коррупцией или создающих условия для коррупции противостоять ее проявлениям. 13-й был прям самый любимый, прям за душу берет. А вы сегодня задержали? Сегодня начальника управления Алматинского задержали благоустройство города и меняют ему хищение 900 миллионов. Антиковидных денег на строительство госпиталя. То есть меняют ему член своего партии, пока вопрос открыт, у нас подтверждающих факторов нет. Но как правило, руководители такого уровня являются членами партии Нур-Отан. Я очень мало людей знаю, которые честно признаются в своей партийной принадлежности к этой партии. Честно, на самом деле, общество говорит, не-не-не, я не состою в партии Нур-Отан. Дальше. Это продолжение 13-го пункта. Если члены... Вот, зарегистрировали номер партийный. Нам сообщат, да, когда будет? Да. В крайней случае можете по телефону позвонить. Исполнительный назначат у него. Все, благодарю. Давай, может, дочитаешь? А нет, здесь как раз под их вывеской. Теперь, продолжение 13-го пункта. Если... Это, по поводу коррупции. Если член партии располагает достоверной информацией о готовящемся или совершенном коррупционном правонарушении, он должен проинформировать об этом соответствующие уполномоченные органы. Вообще не понимаю, зачем это нужно было приписку, но это и так очевидно. Ладно. 14-е. Не использовать партийное положение в корыстных целях для получения имущественной или неимущественной выгоды. Прям сплошь и рядом вообще не используют. Никогда. Прям никогда не используют. Особенно гражданин банщиков совсем не используют. Вообще да. Вячеслав, бывший депутат. Никто. С водой Самал связан. И гражданка шокировала тоже. Рекланировала. Вообще никто не использует. Все честные. Дальше. 15-й пункт. Своим отношением к делу и личным поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной морально-психологической обстановки в партийной организации. Короче, типа, выслуживайтесь, ребята. Дальше. 16-й. Осознавать личную ответственность за выполнение возложенных задач, критично оценивать свои действия, повышать дисциплину, профессиональный и образовательный уровень. Вот так вот. Можете... Можете... Ибраимов, к сожалению, себя критично в тот момент не оценивал. Да, да, да. Вы можете, кстати, как гражданин... А, кстати, вопрос еще к сотрудникам полиции, которые там находились на месте права нарушения. Заявление в департамент полиции мы на это акцент сделали, потому что там присутствуют сегодня сотрудники, и они никаких мер в отношении... Теперь, теперь, по поводу, да, того, что должны повышать профессиональный и образовательный уровень. Это я вот хотела бы сказать, обращаясь к гражданам, да, вы можете последовать примеру гражданина Байбека, да, либо гражданина Конкурова, который сейчас, кстати, тоже ушел... Секретарь Муслихата города Алматы. Да, ну, в общем, да. Занял такой более ответственный в этом представительном органе. Так вот, они оба, насколько я помню, заканчивали Центральный азиатский университет, который по статистике прошлого года вошел в топ-5 коррумпированных вызов Республики Казахстан. Образовывайтесь, ребята. Теперь дальше по пунктам. Семнадцатый. Соблюдать деловой этикет. Не подчеркивать и не использовать свое партийное положение в личных целях. Восемнадцатый. Своими действиями и решениями не давать повода для критики партии, использовать конструктивную критику в свой адрес для устранения недостатков и улучшения партийной деятельности. В случаях необоснованного публичного обвинения в его адрес как члена партии соответствующим образом обнародовать информацию, опровергающую такие обвинения. То есть там гражданка шокировала, нет ни слова о том, чтобы подать в суд за пустику. Причем это вас лично не касало. Да, тут вопрос о том, что если лично тебя как члена партии что-то касается, ты публично опровергаешь это, а не бежишь сломя голову в суд защищать свою партию. То есть чего в итоге вы все этим добились? Плюсов не прибавило. Девятнадцатый пункт придерживаться общепринятых морально-этических норм. Ну, рвать бумагу, бросаться ее, тем более вырывать из рук людей их собственность, это совсем не этично, и морально далеко расходится. Если это общепринятые нормы, кстати, утвержденные маслехатом города. И вот нарушение кодекса этики члена партии Нур-Утан влечет наступление партийной ответственности в соответствии с уставом партии Нур-Утан. Ждем теперь ответственности в отношении гражданина Икраимова за то, что он а, распускал руки, кидался на женщину с кулаками, пытался применить физическую силу за то, что он б, намусорил в центре города. Да? Так вот по этим пунктам можно пробежить. Короче, у нас есть юридическое основание для того, чтобы исключить его из состава маслехата. Как раз-таки исходя из текста устава партии Нур-Утан видом ответственности за нарушение кодекса и прочих документов партийных является исключение из партии. А исключение из партии автоматически выводит человека из партийного списка и гражданин будет просто свободно заниматься тем, что он умеет делать на самом деле. Тренировать, боксовать. Спортом, тренировать молодежь. Показывать им спортивный, хороший, позитивный пример как чемпион. Но никак не политика, которая идет и пытается других инакомыслящих граждан в республике Казахстан таким образом возможно запугать, как мы это расселим. Ну и вообще я бы хотела от себя добавить привет гражданину Ибраимову и сказать ему, что пример гражданина Кличко в Украине весьма оказался заразительным, я так понимаю. Не стоит брать это. Живите своей жизнью.